Привет! Будем заставлять вот эти замечательные образцы плавать, принимать банные процедуры, нагревать, замораживать, отрывать от них кромку и всё ради того, чтобы определить, какому клеевому соединению лучше всего отдать предпочтение. Приклеивание кромки к ДСП. Это термопластичный клей или ЭВА, полиуретановый или ПУР и метод лазерного кромкования. С помощью этого видео я бы хотел ответить на вопросы, которые наверняка интересуют большинство мебельщиков и конечных потребителей. Какой тип кромкования выбрать для моего изделия? Подороже? Подешевле? Какой лучше смотрится? Какой надёжнее? Какой прослужит дольше? Стоп! Сначала немного теории. Технология кромкования термопластичным клеем весьма проста. Берём клей, чаще всего в гранулах, помещаем его в специальную ванночку, нагреваем до 200 градусов и при помощи валика наносим на кромку или ДСП сразу перед приклеиванием. Время полного отвердения – несколько секунд. С полиуретаном немного сложнее. Герметичная установка нагревает клей и в жидком состоянии по специальной подогреваемой трубе он попадает в станок. И дальше по накатанной наносится на деталь с помощью валика или распылителя. Начального отверждения – 20 секунд. Время полной полимеризации, когда клей приобретает свойство пластмассы – около 5 суток. А для того, чтобы создать лазерную кромку, нужно приклеить к обычной кромке ещё одну. Правда, немного модифицированную. И кромкует ею, разогревая тот самый второй слой с помощью лазера или горячего воздуха. Благодаря этому способу мы получаем практически идеальное бесшовное соединение. Время застывания – несколько секунд. А сейчас... УТОПИМ ДЕТАЛИ! Если на кухне прорывает кран и её начинает заливать, в первую очередь страдает соколь и нижние части мебельных секций. Для того, чтобы это воспроизвести, мы нальём готовки в специальных приспособлениях на 24 часа. И, пока они учатся дышать под водой, предлагаю уничтожить другие детали. С помощью второго теста мы узнаем, какой клей лучше всего справится с кипящим рядом чайником или кастрюлей. Это же любопытно! Для того, чтобы это проверить, мы положим детали вот в эту злую страшную машину. Она будет обдавать их горячим паром с температурой 60 градусов целый час. А что делать, если ваша мебель стоит рядом с батареей? Или ещё хуже – с духовкой. Чем клеить детали, если они будут подвергаться высоким температурам? Для того, чтобы это проверить, возьмём инфракрасный нагреватель в народе ухо и слегка подогреем детали. Какая температура? Немного выше 100 градусов. Продержим их под нагревателем 2 часа и посмотрим, что из этого получится. А теперь от жары к холоду. Представим себе ситуацию. На дворе зима, а вам нужно сменить место жительства. Вы выносите мебель на улицу, грузите её в автомобиль и везёте в новую квартиру. Что случится с кромкой по дороге? Давайте-ка это выясним. И мы плавно подошли к последнему испытанию на устойчивость к экстремально низким температурам. Для этого мы будем использовать вот эту морозилку и всё те же многострадальные образцы. Для того, чтобы детали охладились полностью, продержим их в морозилке примерно 2 часа. А после этого с помощью специального прибора попытаемся оторвать от них кромку. Эту гонку выиграет клей, и которому понадобится наибольшее усилие на отрыве. Ещё один, безусловно, важный аспект – это эстетичность. Если посмотреть на детали под микроскопом, сразу становится понятно, почему лазерная поклейка лидирует в этом забеге. Ведь, по сути, здесь клеевой шов отсутствует. Более того, разница заметна даже без использования оптических приборов. И, наконец, самое крутое! Сейчас мы узнаем, к чему привели наши издевательства над деталями. Пришло время доставать наши детали из морозилки. А теперь с помощью вот этой машины мы будем отрывать от деталей кромку. Самое маленькое усилие на отрыв понадобилось клею расплаву – в среднем до килограмма. Пур и лазер с переменным успехом шли наравне, поэтому после этого опыта можно только посоветовать на хорошем морозе в минус 20 относиться к деталям с ЭВА-клеем весьма бережно. Клей расплав сразу показал себя не с лучшей стороны. Кромка отходит без усилия, клей стал жидким. Лазер удержал кромку, но под нее во многих местах проникла влажность, и ламинат вздулся по всему периметру. Полиуретан показал себя лучше всех. Кромка продолжает держаться крепко, и только в одном месте ламинат слегка вздулся. А вот результаты теста на нагрев стали для нас в некотором роде сюрпризом. Все заготовки за 2 часа серьезно деформировались от высокой температуры. Деталь, поклеенная термопластичным клеем, снова провалила экзамен. Кромка отставала при малейшем усилии. Полиуретан проявил себя гораздо лучше, но при детальном рассмотрении стало понятно, что ДСП слегка вздулась. Впрочем, кромка осталась на месте и также плотно прилегала к детали. Заготовка, поклеенная лазерной кромкой, приятно удивила. Если бы она не была выгнута от жара, было бы неясно, нагревали ли ее вообще. Клеевое соединение осталось без изменений. В воде детали пришлось держать примерно сутки, потому что образцы откровенно не желали разбухать за меньший промежуток времени. Термопластичный клей показал, что он меньше всего предназначен для окунания в воду. Кромку от детали с лазерной поклейкой оторвать удалось не сразу, но в конце концов она сдалась. Но опор как был приклеен, так и остался. Вода на его структуру не повлияла совсем. Давайте разложим все по полочкам и подведем окончательные итоги. Основное преимущество Эва – низкая стоимость. Этот способ поклейки отлично подойдет для мест, где клеевому шву не уделяется много внимания. Например, шкаф или комод в спальне, где не происходит критичных для этого клея климатических изменений. Пур-поклейку лучше всего использовать в местах, где на мебель может попасть вода или пар. Обычно это ванная или кухня. Также дачная веранда или балкон, где бывают серьезные температурные перепады. Поклеив пуром такую мебель, можно не переживать о том, что кромка отпадет со временем от плохих погодных условий. Ну а лазерная кромка прямо-таки просится на фасады. Отсутствие клеевого шва делает ее незаменимой в случае, если нужно добиться идеального визуального результата. От себя я хотел бы добавить, что хоть мы и старались приблизить условия к реальным бытовым, испытания отличаются от тех, которым подвергается ваша мебель на протяжении долгих лет. Но, как я уже говорил в начале этого видео, мы с вами попытались ответить на основные вопросы о том, какой клей для чего лучше использовать. И я считаю, что с этой задачей мы справились. У вас есть другое мнение? Буду рад прочитать о нем в комментариях. Также не забудьте подписаться, поставить лайк и посоветовать друзьям посмотреть на наши интересные эксперименты. И не забывайте, впереди еще много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok